Новости региона продолжает программа Вести Магнитогорск. Студия Александр Киселёв. Здравствуйте. По информации Управления экономики администрации Магнитогорска на предприятия города с начала года наблюдается сокращение численности работающих. В материальном производстве к началу осени количество занятых уменьшилось более чем на 3000 человек против уровня прошлого года. В строительстве стало работать меньше на 1500 человек. Отмечено снижение и в деревообрабатывающей промышленности. В отраслях непроизводственной сферы численность работающих осталась неизменной. На рынке по-прежнему спрос превышает предложения. В этом году Картолинская таможня отпразднует свой 11-й день рождения. Пост специализируется на проверке железнодорожного транспорта. Служба весомо пополняет федеральный бюджет, а собственного здания у неё до сих пор нет. Картолинский железнодорожный таможенный пост является пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан. Основной проходящий товар это металл. Стабильный клиент, пересекающий границу в обоих направлениях, ММК, который перевозит через Картолы ежедневно миллионы тонн стали. Материальные ценности на огромную сумму находятся в руках в 50 сотрудников поста, а вместе с СОБРом около 70. Один из элементов, которым мы занимаемся на нашем посту, это как раз защита экономических интересов нашего государства и, естественно, защита интересов наших граждан. С 1 января служба переходит на новый таможенный кодекс. Обилие нюансов, возможно, создаст некоторые проблемы. Но, по словам начальника поста, люди уже внимательно изучают новые законы. Инертных нет. Впрочем, это и неудивительно. В Картолах расположена ракетная дивизия. Многие офицеры, уволившиеся из вооруженных сил, проходят дальнейшую службу на таможне. А военные, как известно, люди дисциплинированные. При приеме на работу у нас большое внимание уделяется тому, чтобы в структуру не попали люди, которые там имели какие-то там связи с преступными группировками в свое время, или, допустим, судимости, ну и так далее, и так далее. Порой приходится принимать жесткие меры при задержании преступника. Машина, бегом! Специфика работы в том, что таможенникам запрещено заводить уголовные дела. Товар задержали, дело возбудили, а дальше отдали судебному приставу. Основная работа – это досмотр вагона. Вагон был осмотрен на картолинском таможенном посту. Вновь запечатан, опломбирован и может идти дальше транзитом в Казахстан. Таможня дает добро. За квартал служба перечислила в государственную казну 10 миллионов 90 тысяч рублей, а собственного здания до сих пор не имеет. Поэтому вынуждена арендовать помещение у местной организации. По данным управления противопожарной службы Челябинской области в этом году в пожарах погибли 20 подростков. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В основном жертвы пожара – дети дошкольного возраста, оставшиеся без присмотра родителей. В этой ситуации пропаганда противопожарной безопасности становится особенно актуальной. А для воспитанников детского сада номер 81 встреча с пожарным уже традиции. Вот уже пятый год сотрудники пожарной части номер 25 помогают обучать детей основам противопожарной безопасности. Занятия проходят в форме уроков и познавательных игр. Подобный опыт по достоинству оценили коллеги из областного центра. В Челябинске тоже ведется такая работа, но, к сожалению, в наших детских садах пока нет такой целенаправленной общей систематической программы. Она только появляется тоже в некоторых детских садах. Как отмечают инспектора пожарной части номер 25, знания, которые дети получают здесь, учат их правильно вести себя при пожаре. Кроме этого, возле садика находится пока единственная в городе тематическая детская площадка. Авторами рисунков являются сами воспитатели. Мы надеемся, что аналогичные площадки появятся у нас и в других детских садах, и будем всячески способствовать этому. Сборная команда КВН Магнитогорска и Челябинска «Уездный город» – лучшая команда прошлого года. Обладатель почти всех КВНовских наград выходит на мировые просторы. Сейчас наши звезды готовятся к ответственным гастролям в Европе. Ребята посетят крупнейшие города Германии, включая Берлин, Дюссельдорф и Гамбург. И новости спорта продолжат программу. Очередной домашний матч российской хоккейной суперлиги провел Магнитогорский «Металлург». Результат победа над Ярославским «Локомотивом» со счетом 6-2. Матчи «Металлурга» и «Локомотива» никогда в особой рекламе не нуждались. А здесь еще и дополнительная интрига – встреча ближайших соседей по турнирной таблице. Шестое место «Металлурга» вопросов не вызывает, а вот пятая позиция действующего чемпиона страны – неожиданность. Кроме того, последние игры показали, что «Локомотив» явно не на подъеме. Четыре поражения в пяти матчах. Полоса неудач Ярославцев продолжилась и в «Магнитке». «Металлург» начал по-хозяйски уверенно и уже через четыре минуты вел в счете 2-0. Причем, как это часто бывает, «Магнитогорцы» не остановились на достигнутом. Под занавес все того же первого периода Валерий Карпов увеличил разрыв в счете без особых хлопот, переиграв один на один Егора Подомацкого. Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами и вновь «Магнитогорцам» успех принесла игра от обороны. На этот раз один на один упустили Александра Корешкова. То, что произошло в третьем периоде, можно квалифицировать как разгром. Еще дважды красный свет зажигался за воротами «Локомотива». Дубль оформил Евгений Глазких. Все, чем смогли ответить гости, гол престижа в исполнении Алексея Васильева. В итоге 6-2 победа «Металлурга». На лидеров все равно настрой особенный, тем более поражение 2-7 в Ярославле подхлестнуло маленько. Вся команда сыграла здорово, как единое целое. Здорово настроились и сама отдача была высокая. Реализовали моменты свои. На послематчевой пресс-конференции Владимир Юрзинов поздравил пана Сикору с хорошей победой. И высказал претензии к своим игрокам. В общем-то ряд игроков, к сожалению, не играет на том уровне, на котором должны играть. Такое поражение учат. Надо готовиться к следующей матче. Я хотел все время с торпедом, с «Локомотивом» играть хорошо в оборону и в контратаку. Я думаю, это стиль, который может быть эффективнее для нашей команды. Сегодня получилось. Очень доволен с результатом и с игрой. С новыми событиями дня вас, как всегда, познакомят журналисты Магнитогорской государственной телерадиокомпании в 20.30. Этот же выпуск завершит прогноз погоды. До встречи. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ Гарантия вашей стабильности.